Скажите, а на акции протестов против пенсионной реформы вы ходили? Нет. А почему? У меня ноги плохо ходят. Для меня акции это все с прошлым никогда не будет больше. Ну а если бы не проблемы со здоровьем, пошли бы? Не знаю, не уверен. Почему? Не уверен, потому что проблема очень двойственная. Потому что то, что старость начинает давить на молодость количеством, это мировая проблема. Тут никуда не деться. Я просто полагаю, что надо с другой стороны заходить. По сравнению с другими странами пенсия в этой стране настолько мизерна, что вот здесь надо говорить о том, что пенсионеры получают, сейчас пенсионеры, следующие пенсионеры прошлых годов, как недополучали за свой труд, так и недополучают за свою уже законченную работу и старость. Вот где лежит новое государство, стало так сильно жаловаться на свою бедность, что просто даже не знаю, чем ей помочь, этой стране. В 911-м вы имеете в виду... В 2011-м в фильме «Товарищ Сталин». Вы имеете в виду фильм «Товарищ Сталин». Перед этим я уже 8 лет играл спектакль. Да, и в спектакль. Поставленный ужин у товарища Сталина по пьесе Иона Друцци. Поэтому Сталин жил со мной до тех пор, пока я не стал сильно его старше. Поэтому я этот спектакль играть перестал. Это должно быть какое-то соответствие. Конкретно в образе Сталина вам, как художнику, было интересно? Какую его черту? Все. Но самое главное – процесс интеллектуального, духовного и психологического разложения. А это происходит при большой власти. Обязательный вопрос – когда он начинается и какими ступенями движется. Насколько это опасно для окружающих, это мы увидим в реальности. А вот как это происходит и где начинается – это очень я считаю. А как вы готовились к этой роли? Вы читали какие-то, не знаю, мемуары? Я читал то, что вы читали, если вы читали, что-нибудь по этому поводу. Но я 18 лет прожил при Сталине. И я был уже взрослым человеком, когда он купил. Поэтому и его жизнь, и его изменения, которые отражались на нашей жизни мгновенно. И, в большей части, в грозную, а иногда чудовищную сторону в последнее время. И еще меня интересовало, как же он встретится со смертью и как он встретился со смертью. Потому что фильм касается… и он снят в натуральной обстановке. То есть это была сама дача Сталина, закрытая громадная территория, в которой и его почти не выпускали. Потому что его дом абсолютно закрытый. И на его ощущения… Это в фильме даже есть, когда он говорит, я тоже в тюрьме. Он, видите, ходит. Ходит, это охрана ходит. Это меня охраняет, я в тюрьме. Я в тюрьме. Это меня охраняет. Я в тюрьме. Это меня, я и в тюрьме. Это я.